Часто на сегодня, скажем так, появился еще новый способ использования ее Это мы увеличиваем объем прикрепленной десны в области отсутствующих зубов Например, перед какой-то обширной костной пластикой Или увеличение объема альверного отростка по высоте достаточно серьезно Потому что здесь достаточно большой роль играет мягкотканный комплекс Он также будет обеспечивать питание и влиять затем на усадку вот этого объема, который мы пытаемся создать Мы переходим к следующему случаю Это использование материалов лиопласт для костной пластики совместно с имплантацией Подробное описание случая вы посмотрите Здесь оно есть, я на нем останавливаться не буду Я покажу вам просто основные моменты К нам обратилась вот такая пациентка 49 лет ей Гигиенический статус у нее достаточно невысокий Как вы видите, есть парадонтит Он на самом деле хронический Она курит очень много Это короткий обзор операции Сначала было принято решение, конечно же, создать опоры в дистальных участках нижней челюсти Поэтому были установлены имплантаты Это не докрученный имплантат в области 47-го зуба Вы потом увидите тоже на снимке панорамном, что он как раз в уровне костной ткани Затем нами был использован ксеногенный материал Это не исследование, это никакое не сравнение Я не буду назвать его название, это достаточно известный производитель Были установлены имплантаты на верхней челюсти во втором сегменте И в дальнейшем установлены имплантаты в первом сегменте Вот в первом сегменте мы использовали материал Лиатласт Это был губчатокортикальный блок Мы фиксировали его имплантатами бикортикально в пазухе И вот получилась такая ситуация Это уже отпротезированный пациент Я хочу здесь обратить внимание на какой момент Вот в первом сегменте Мы видим, что у нас весь этот объем, в котором находятся имплантаты Он однородный Там нет структурно выделимых элементов И действительно создается впечатление, что весь его объем полностью заместился в собственной костной ткани А вот в этой области есть такое подозрение Что это вот эти участки структурных элементов материала Которые как в общем были, так они и остались Ну без лица имен, потому что есть определенная деловая этика Мы не будем говорить о конкурентах ничего Мы будем говорить только о нас Вот еще раз посмотрим клиническую ситуацию Такая вот картина Ну почему было принято решение использования блока Потому что, конечно, в таком объеме зафиксировать имплантаты Мы посчитали, что практически невозможно Сейчас я промотаю, это фронтальный участок А это... Так Посмотрим срезы компьютерной томографии Вот как раз первый сегмент Ну достаточно тонкая была, да, маленький объем компактной кости И вообще кости Что, соответственно, будет сказываться и на питании Поэтому при выполнении операции синус-лифтинга Мембрана с наружной стороны не укладывалась Поскольку шнейдеровская мембрана Анатомически она не имеет никаких крупных сосудистых магистралей И вообще магистрали сосудистых Поэтому при операции синус-лифтинга Вся нагрузка приходится на наружный лоскут Поэтому Есть рекомендация Либо, если вы используете твердую мозговую оболочку И также перфорировать зондом Чтобы, с одной стороны, было проводить профилактику отека А с другой стороны, туда прорастали активно сосуды И замещали весь объем костной ткани Которую мы пытаемся создать в этой области И второй нюанс Что, конечно, в подобных ситуациях Я бы рекомендовал использование не одного конкретного материала А смеси материалов И, конечно же, использовать кровь пациента Или плазму, обогащенную тромбоцитами Или капиллярную кровь с разреза С первой, если вам удается ее собрать И использовать дополнительные компоненты Как доминерализованный порошок компактной кости И минеральный компонент Зачем, я сейчас скажу дальше Надеюсь, все-таки мы таблицу затронем У меня есть еще 20 минут С учетом опоздания Ну, а в третьем сегменте все было Вернее, во втором сегменте все было попроще Поэтому было принято решение Использовать просто материал И им замещать Вернее, создавать необходимый объем костной ткани Для фиксации имплантов Это описание реализации плана Мы стараемся достаточно подробно документировать случаи Поскольку часто идут они в рамках Каких-то клиник и экспериментальных исследований К диссертациям на Сыскание степени кандидата наук Или доктор наук Значит, это вы все посмотрите дальше Я тогда покажу вот что Ну, то есть, чем отличается данный случай Чем он интересен Что нам удалось использовать в качестве графта блок И мы зафиксировали его имплантатами Бикортикально Поэтому были выбраны имплантаты с мелкой резьбой Тут не очень хорошо видно Поскольку у них высота шейки больше И фиксация за счет шейки имплантатов Компактные пластинки Пазухи была выше Значит, это на этапе формирователей Все тут не очень хорошо видно Эти реставрации во фронтальном участке Ну вот, этап, к которому мы на сегодня подошли Вот спустя 3 года Пациентка сказала Да, давайте я согласна Протезировать фронтальный участок И здесь были установлены имплантаты На верхней челюсти И использовался также материал Это было вот уже в январе этого года проведено Были удалены все зубы Родонтикная пациентка наконец-то согласилась Была проведена ревизия лунок Удаленных зубов И установлены имплантаты В лунке удаленных зубов Ну, где-то, естественно, мы использовали материал Вот так выглядит гидротированным физраствором Губчатый материал леопласт Нам хватило здесь 1 мм У 1 мл кости Так, ну и были зафиксированы имплантаты Здесь мы использовали в области одного имплантата Твердую мозговую оболочку Так, как у нас был риск На галине вестибулярной Имплантата Сейчас мы посмотрим, как мы ее здесь зафиксировали А, здесь мы ее не показываем Сейчас еще раз я промотаю Ну да, здесь не показана фиксация твердой оболочки Ну и мы зафиксировали С швами лоскута без натяжения Пациентка использует съемный протез Пока Ну и о дальнейших результатах И введении данного клинического случая Я буду сообщать вот на данной странице Ссылку, если хотите, я вам тоже сохраню Чтобы вы в дальнейшем могли его отслеживать Благодарю вас, да Я с удовольствием расскажу еще Спасибо 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 Спасибо